И в продолжение темы сообщения трубной стороны из города. На этот раз транспортного сообщения. Вторую неделю по Харциску курсирует автобус по новому маршруту 7А. В воскресенье истекает срок его работы в тестовом режиме. Но практика показывает, что делать выводы пока преждевременно. На остановках общественного транспорта Харцезян, ожидающих именно семерку, с каждым днем все больше. Некоторые наблюдения нашей съемочной группы по этому поводу в следующем сюжете. Автобус, следующий по новому для Харциска кольцевому маршруту 7А, делает остановку между рейсами напротив здания санстанции. Отсюда он стартует и здесь же финиширует. В 9.30 салон заполнен лишь на треть. На работу удобнее. Как раз успеваю, приезжаю. На Черемушке хорошо ехать. Не надо ехать 40 минут по всему городу. 10 минут там. Меня устраивает. Когда мне нужно о Черемушке, быстро попасть, я пользуюсь этим рейсом. А я здесь вот рядом живу, увидела, с балкона ходит автобус. Ну, примерно время присмотрелось. Ну, сейчас в сторону города, через Черемушки, сейчас мне надо к дочке, и туда поеду. Удобно. Покуда я объеду, а то быстро. И легко. И автобус, да, он давно нужен был. Автобус нужен был давно, но, судя по пассажиропотоку, знают о новшестве далеко не все. Люди ездят, но мало. Во-первых, не все еще даже знают за две недели, как они тут живут. У них сфера, во-первых, ваша, не показывает, как многие говорят. Газеты они не покупают. Только как, по слухам. Узнать расписание движения можно было в средствах массовой информации. За неполные две недели работы «семерка» все же успела обзавестись небольшим количеством постоянных пассажиров. Второй утренний рейс автобуса 7А – самый востребованный. В 7.10 харцезяне спешат кто на работу, кто на учебу, кто с малышней в детский сад. Весьма популярен и социальный рейс. Льготный. На 8.25 отправление. Но пенсионеры пользуются, стараются как-то на это время выходить. Ну и так попутно. Платники тоже. Ну, оно же как бы время. 8.25, кому-то как, на работу. На 7.10. Неплохой рейс. Хуже в обед. Вот на полперого как-то слабый рейс, слабоватый. Ну, а так в течение дня нормально. Водитель Павел Никулин считает, что график следовало бы откорректировать, чтобы исключить накладки с другим общественным транспортом и большие перерывы между рейсами. Может где-то переставить что-то там сократить, от тех отодвинуть. Ну, я думаю, пошло бы. Может завод заработает, может люди еще добавятся. Так, ну пока будем говорить как-то. Ну, слабовато. Заведующий сектором по работе транспорта администрации Харциска Роман Маргун сообщил, что мониторинг пассажиропотока будет продолжен. Так что тест «семерки» на востребованность еще не окончен.